Обширная группа заболеваний, о которых сегодня пойдет речь, чаще всего встречается в теплое время года, так как солнечные лучи и жара являются самыми благоприятными условиями для активного роста и размножения бактерий. Как вы могли уже догадаться, этот разговор будет посвящен пищевым токсикоинфекциям. Здравствуйте, мои хорошие! Пищевые токсикоинфекции – это острые инфекционные заболевания, связанные с поражением пищеварительной системы экзотоксинами условно-патогенных бактерий. К основным возбудителям токсикоинфекции относят золотистый стафилококк – широко распространенная в природе бактерия, неприхотливая к условиям окружающей среды. Чаще всего содержится в пище, длительное время оставленное при комнатной температуре. Лучше всего размножается и выделяет токсины в майонезе и тортах с кремом. Бациллус цереус – почвенная бактерия сопрофит, широко распространенная в природе. Так же, как золотистый стафилококк, данный микроорганизм размножается в блюдах, долгое время находящихся при комнатной температуре. Самым любимым продуктом для него является рис. Клостридиум перфрингенс. Считается наиболее опасным микроорганизмом, так как способен выдерживать повторную термическую обработку. Клостридиум перфрингенс – чаще всего токсины этого возбудителя содержатся в блюдах из птицы, мяса и бобовых культур, прошедших недостаточную термическую обработку. Так же вызвать токсикоинфекцию могут энтерококи, протеи, сальмонеллы, клостриди, эшигеллы, стрептококи и т.д. Механизм передачи микроорганизмов фекально-оральный, т.е. заболевание развивается после употребления в пищу продуктов, в которых содержалось большое количество токсина. Как правило, это мясные продукты – колбасы, сосиски, тушенка, окорока, шашлык и т.д., рыбы и рыбные консервы, молочная продукция, майонез, а так же кондитерские изделия, в состав которых входит белковый или масляный крем. Продукты, зараженные токсинами и бактериями, ничем по вкусу и внешнему виду не отличаются от качественной еды. Поэтому, если вы не уверены в свежести блюда и не знаете, в каких условиях его хранили и как долго, то от употребления такого продукта лучше отказаться. Источником распространения пищевых токсикоинфекций являются животные и люди. Чаще всего это лица, страдающие хроническими гнойными процессами. Некоторые возбудители пищевой токсикоинфекции попадают в организм человека из внешней среды. Например, резервуаром скопления может являться почва и вода, в которые попали испражнения человека или животного. Нередко инфекция носит групповой характер и протекает в острой форме. Наиболее часто вспышки подобных инфекций наблюдаются у членов одной семьи, в детских и во взрослых коллективах. Инкубационный период с момента употребления зараженного продукта до появления первых клинических симптомов в среднем составляет 2-3 часа. Начало заболевания острое. Симптомы токсикоинфекции возникают под воздействием токсинов, стимулирующих моторику желудочно-кишечного тракта. Из явных проявлений заболевания можно отметить тошноту, многократную неконтролируемую рвоту, боли и тяжесть в области желудка, усиленное слюноотделение, жидкий стул со зловонным запахом, повторяющийся более 10 раз в день, повышение температуры тела до 38-39,5 градусов, потливость и похолодание конечностей, учащенное сердцебиение, частое дыхание, слабость, озноб, общее недомогание. Чаще всего болезнь продолжается не более 1-3 дней, после чего ее проявления постепенно затихают. Если симптомы заболевания не прекращаются по истечении двух дней, а только нарастают, необходимо лечение в условиях стационара, так как рвота при пищевой токсикоинфекции наряду с диареей, могут быстро привести к развитию таких грозных осложнений, как обезвоживание организма и нарушение водно-солевого баланса. Диагностикой и лечением токсикоинфекции занимается врач-инфекционист. К основным методам диагностики данной группы заболеваний относятся дифференцированные и лабораторные способы исследования. Инфекцию диагностируют при выявлении возбудителя из испражнений больного, рвотных масс, промывных жидкостей желудка. Наиболее результативным методом считается серологический тест выявления возбудителя из продуктов питания, которые употреблял человек, а также у других людей, потреблявших ту же еду, что и заболевший. Так как клиническая картина заболевания вызвана не самим возбудителем, а его токсинами, то неотложная помощь при пищевой токсикоинфекции заключается в немедленном удалении вредных веществ из организма и предотвращении их дальнейшего всасывания в кишечнике. С этой целью проводится промывание желудка. Для этого больному следует выпить 2 литра воды с раствором соды или марганцовкой, после чего искусственно вызвать орвоту. Следующий обязательный этап в лечении токсикоинфекции – это восполнение водно-электролитного баланса, сбой которого возникает при чрезмерной потере жидкости. Именно поэтому больному рекомендуется обильное питье. Так как вода и другие жидкости могут вызвать новый приступ рвоты, то вводить их следует понемногу – по 1-2 чайные ложки каждые 5 минут. В аптеке можно приобрести специальные порошки и гранулы для приготовления солевого раствора для оральной регидратации в восполнению жидкости – ригидрон, глюкосолан, реусолан. При лечении токсикоинфекции также необходимо применение адсорбентов для быстрого и полного выведения токсинов из организма. Для этого подойдут такие препараты, как активированный уголь, сорбекс, энтеросгель, новосорб, полисорб, энтеросорб, белый уголь. При сильном болевом синдроме разрешено употребление ножпы по одной таблетке 3-4 раза в день. При сильном истощении больному необходимо воздержаться от приема еды в течение суток. По окончании острых симптомов назначают диету номер 4, подразумевающую употребление следующих продуктов – хлеба грубого помола, обезжиренного бульона, нежирных сортов мяса и рыбы, пропаренных овощных блюд, протертых каш, киселей и других. Из питания на две недели следует исключить все молочные продукты – молоко, сметану, творог, масло, жирное мясо, колбасы, сосиски, яйца в любом виде, овощи, фрукты, ягоды в сыром виде, соки, особенно цитрусовые, любые сладости, мед, конфеты, пирожные, торты, мучные изделия. Наряду со строгой диетой целесообразно применение пробиотиков, которые помогут кишечнику быстро восстановить полезную микрофлору. Важно! Пищевую токсикоинфекцию ни в коем случае нельзя лечить препаратами от поноса, например, имодиумом или лапирамидом, которые способствуют медленному выведению содержимого из кишечной системы. Это может привести к отравлению токсичными веществами и ухудшению протекания болезни. Также следует помнить, что применять антибиотики, если вы имеете дело с пищевой токсикоинфекцией, нецелесообразно, так как заболевание вызвано не бактериями, а их токсинами. Профилактика пищевых токсикоинфекций заключается в соблюдении простых правил. Тщательно мойте руки перед едой и после каждого посещения туалета. Не пробуйте на соль сырой фарш. Мойте овощи и фрукты под проточной теплой водой. Не пробуйте немытые фрукты, ягоды и молочную продукцию на стихийных рынках. Не покупайте продукты питания, в качестве свежести которых вы не уверены. В теплое время года избегайте употребления в пищу магазинных пирожных с кремом. Заготавливая консервы из мяса и рыбы, строго соблюдайте технологии приготовления, прописанные стандартом, и храните эти изделия правильно в холодном темном месте. Не пейте сырую неочищенную воду. Не употребляйте в пищу сырые яйца и молоко, которые не прошли никакой термической обработки. При посещении стран с высоким уровнем кишечных болезней необходимо соблюдать осторожность, употреблять только свежеприготовленные блюда, исключить сырые овощи, неочищенные фрукты, пить отфильтрованную и прокипяченную воду. Несмотря на то, что пищевые инфекции встречаются довольно часто и повсеместно, большой угрозы для жизни и здоровья они не несут. Даже ребенок, кроме редких случаев, выздоравливает без осложнений. При своевременном оказании минимальной медицинской помощи симптомы исчезают уже через пару дней. А на сегодня это все. Берегите себя и близких. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с Вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья Вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!